Она присвящена вот этим основным концептуальным вещам о устройстве, непосредственно самих устройств интернета Things. Вот, опять он напоминает, что вот у нас устройство состоит из сенсора, актуатора, а также микроконтроллера вычислительного и способа коммуникации. И все это объединяется в сеть. Вот, встроенная система, вот я-то, кстати, уже озвучивал, что любое устройство, которое включает в себя программированный компьютер, но не является компьютером общего назначения, называется встроенным устройством. Вот это первое. Второе, тут классы компьютеров описаны, то есть компьютер общего назначения, вот то, на чем я сейчас, например, презентацию показываю. И Dedicated это уже совсем специализированное устройство, уже ориентированное на какую-то конкретную задачу. Вот, активно они используются в современных машинах, да, то есть даже у меня на Соболе педаль газа, да, это не какой-то там тянущий механизм, а это простой резистор переменный. То есть там датчик стоит внутри, я педаль нажимаю, сопротивление меняется, и микроконтроллер изменяет это сопротивление, соотносит его с каким-то стандартным, и уже на микроконтроллер, управляющий вспрыском двигателя и подачей топлива, вот изменяет какие-то их характеристики. И вот они тут пишут, что в некоторых автомобилях современных, там уже более ста микропроцессоров встроено. Вот где этот слайд? Я что-то его не вижу здесь. А, ну вот, рассказываю, что все вот эти системы управления, то есть ремнем безопасности, это еще дэшборд, гейджи, как там приборы, приборы визуализации, то есть не руль, а который, например, скорость показывает, да, по-английски он гейдж, кстати, называется, а не девайс. Ну, давай, если это более общее понятие. Управление двигателем, управление противоблокировочной системой, стабилизацией машины, там, навигационная система, там, и так далее. Это все отдельные подсистемы, они разрабатываются отдельно, ну, так, чтобы они достаточно просто были в использовании. А друг с другом они взаимодействуют через одну общую шину, она называется Controller Area Network. У него там специфические характеристики есть, если у нас тоже будет время, я тоже про него буду рассказывать. Ну, тут сравнивается количество выпускаемых микроконтроллеров в размере 3 миллиарда, да, в настоящее время, по сравнению с количеством микропроцессоров для компьютеров общего назначения. Их всего 80 миллионов выпускается. Правда, тут непонятно, за какой период. Ну, тут важно, что их соотношение такое. И вот рынок встроенных систем, он растет, а рынок персональных компьютеров, он уже достаточно насыщенный. Ну, и дальше тут идет общая архитектура, или сравнение архитектур между микропроцессорами для компьютеров общего назначения, да, вот тут, в данном случае, Intel Core i7, AMD Ryzen 5 и так далее. Вот, они состоят... Ну, тут, в самом деле, лучше бы я на это тут особо внимания не обращал. Ну, просто можно посмотреть по соотношению там размеров этих блоков. А, ну, единственное, что здесь важно, вот именно в этой картинке, то, что внутри командной системы микропроцессора есть команды, которые ориентированы на языки высокого уровня. Я не знаю, будет у нас какой-то курс по этому поводу или нет, но если хотите, я могу даже отдельную лекцию как-нибудь прочитать, как устроены современные. Ну, это уж совсем такие железные штуки. Микроконтроллеры, они, как правило, проще. Ну, тут он и характеризует, что нужны компоненты внутри только те, чтобы запускать программу, делать какие-то элементарные вычисления. Многие из них не задержат даже подсистем для хранения информации. Ну, это правда сейчас уже не совсем правда, потому что современные эти микроконтроллеры, у них, как правило, встроенная оперативная память, она достаточно большая уже, при довольно низкой цене. Мы, кстати, в такое интересное время живем, я вам говорил про это, да, что сейчас очень цены резко падают именно в соотношении количества, то есть возможности вычислительные у микропроцессора или микроконтроллера в соотношении с его ценой. Но преимущества у них такие, что они довольно быстро работают в своей системе команд, да, мало потребляют, имеют маленький размер. Вычислительные системы, ну, не микроконтроллеры, да, которые ориентированы на конкретные задачи. Есть же вот эти биткоин-майнеры, вы знаете же их. И вот для майнинга биткоинов китайцы разработали специальный микропроцессор, который очень быстро считает эти хэш-номера. Ну, там задача-то в том, чтобы самая основная, просто, грубо говоря, просуммировать наборы байтов в сообщении, и это число передать еще куда-то для суммирования. Ну, такая идиотская задача. Но если мы разработали специальные микропроцессоры, ориентированные на эту задачу, прямо само решение задачи воплотили в кремний, то мы можем там буквально несколько порядков производительности системы увеличить. Так что, в принципе, да, можно. Но есть такие еще и программируемые, да, судя по этому слайду. То есть, вот есть память программ, оптимизирована передача данных, какие-то специальные подсистемы, ну, которыми хэш этот номер вычисляют. Хэш по-английски это перемешивать. То есть, никакого особого прямого смысла к тому, что он делает. Нет. Некоторые преимущества еще. Гибкость, хорошая производительность, много, то есть, размер, малое потребление. Рьюса был, видите, в кавычки взятый. Если вот эти айсики, которые ориентированы на майнинг биткоинов, то их пытались там использовать в научных исследованиях. Оказалось, что бесполезно. Они никак, вот они только вот одну функцию долбят, и все. Не перепрограммируешь их. А вот если под таким айсиком понимать видеокарту, там, Nvidia, например, или AMD, ну, такой посовременнее, то, в принципе, на них тоже, кстати, майнингом этим занимается, то там, в принципе, да, можно их использовать для решения задач, в основном матричных вычислений над числами с плавающей запятой, потому что там только плавающие запятые хорошо запрограммированы, не целые числа. Целые числа микропроцессорей там хорошо обрабатываются. Вот характеристики встроенных систем. У них, они ориентированы на какой-то специфическую набор функций. Ну, там, управление, например, искусственная почка или еще чего-то. Как правило, но не всегда функционируют в режиме реального времени. Я про него чуть позже расскажу. Имеют маленький размер, маленький вес, мало потребляют. Рассчитаны на функционирование в нечеловеческих условиях, да. Ну, враждебных. То есть, компьютеры персональные мы же не будем ставить, например, в цеху, да, где там пыльно или там воняет чем-нибудь маслом, например, горелым. Вот. А здесь нужно делать такие системы, чтобы они функционировали в таких условиях. Вот это можно перевести, вообще говоря, множеством способов. Ну, можно, скажем так, сказать, что нам должно, во-первых, их функционирование обеспечивать безопасность человека, в частности. И, да, это очень важный фактор, что на всем протяжении жизни вот этих встроенных систем очень важна их стоимость. Например, когда автомобили выпускают концерны какие-нибудь в Японии, да, и находят какие-то там важные ошибки, приходится отзывать автомобили и за свой счет ввести их в Японию и там ремонтировать. Вот соотнесение того, что такое система реального времени и встроенные системы. Встроенные системы — это вычислительные системы, которые производят некоторые ограниченные специфические функции и очень часто взаимодействуют с окружающей средой. Вот это такое определение. Системы реального времени, real-time systems — это системы, корректность которых зависит не только от того, как программа там правильно работает, но еще от того, чтобы она эти вычисления делала в нужный момент времени. Вот одно из трех определений. Еще одно определение, кстати, которое попроще, это, правда, менее понятно. Системы реального времени — это такие вычислительные системы, которые спроектированы в соответствии с некоторым физическим процессом. Значит, системы реального времени и одновременно встроенные, какие бывают. То есть управление, например, ядерным реактором, управление полетом самолета, Basic or any safety critical system, ну, например, управление продушкой безопасности, системы глобального позиционирования, MP3-проигрыватели, мобильные телефоны, системы реального времени, но не встроенные, какие бывают. Ну, вот Skype, для примера. То есть это компьютер, да, получается. То есть нет специального устройства, где это работает. Это просто программа, которая на обычной компьютере запускается. Просмотр видео, там, Pandora, Netflix. Embedded, but not real-time system. То есть встроенные, но не системы реального времени. Ну, то есть управление, например, температурой воздуха в квартире. Ну, я тут не соглашусь, потому что она все равно система реального времени, просто, она очень медленная. Sprinkle systems. Система, это система полива окружающей среды, да. Watching machine, refrigerator и тому подобное. Ну, эти да, наверное. То есть они просто взаимодействуют. То есть их задача стоит в том, чтобы предупредить пользователя, который уходит в предыдущем примере из дома, чтобы он купил чего-нибудь. То есть она в конкретный момент работает. Характеристики системы реального времени, они управляются событиями, а не временем. Вообще в кибернетике есть два вида управления. Одно называется программное управление. То есть входной поток сообщений должен быть подстроен под алгоритм, который внутри вычислительного устройства работает. И наоборот, которая, то есть эта вычислительная система реагирует на сообщения, их обрабатывает, и потом что-то выдает. То есть это более гибкая система управления получается. Ну, эта программа проще. И вот система реального времени, так как они взаимодействуют практически всегда с какими-то физическими процессами, через датчики и акктивейтеры, их проще представить как системы, управляемые событиями. Очень важный здесь момент – это предотвращение различных отказов и восстановление во время отказа. Важный аспект – это предсказуемость их работы. Это самый важный. То есть вот в лекции в системах реального времени там сравнивается два понятия. Одно называется быстро работающие системы и системы реального времени. Такую систему реального времени их можно делать на довольно медленных микроконтроллерах, ну, в каком-то смысле. Но при этом нужно знать точно, что вот данная процедура при использовании такого-то количества ресурсов выполнится за определенное время. Никак иначе. Важный приоритет – это именно создание систем в виде мультипрограммы. То есть какие-то вот входные вот эти события, есть разные вычислительные устройства, ну, какие-то нейроны, у меня нейронные сети, например. И вот эти обработки идут параллельно у них. То есть в системе реального времени бывает трех типов. Интересная, кстати, теория здесь даже есть. Пусть у нас задана функция, которая отображает момент времени на значимость того, что в этот момент времени программа получила, ну, вычислила значение. То есть не само значение, да, какое-то, а то, что насколько значимое это значение в настоящий момент, ну, или в момент времени t. Вот. Функция обладает свойствами, что она неразрывная, но недифференцируемая. То есть этот soft deadline, то есть soft real time, то значит, что если мы не вовремя получили значение, да, то оно еще какой-то имеет вес. Пример это, например, тормозящие или медленно работающие программы, отображающие видео. То есть если кадры подавать там ровно там 25 кадров в секунду, ну, или там 60, там 30, по-моему, сейчас, да, такой стандарт, то мы изображение смотрим в таком удобном, комфортном для нас виде. Если он тормозит, вот этот проигрыватель, в принципе, мы какое-то изображение видим и какую-то ценность они для нас представляют. А, ну вот видеостриминг. Вот этот firm deadline, да, это, значит, вариант soft, при котором у нас в случае торможения мы уже никакого, никакого значения это не имеет, но мы при этом не погибаем. Ну, пример, это как раз обработчик речи в сотовом телефоне. То есть если сигнал в наше ухо будет какой-то прерывистый подаваться, да, то мы не сможем распознать, что нам говорит абонент с той стороны. Вот это hard deadline. Здесь под отрицательным значением функции f, здесь вот f находится, понимается как раз, что мы страдаем от того, что система работает неправильно. номер системы управления подушкой безопасности. А это общий такой вид системы. То есть есть еще некоторые моменты времени вот в этой функции интересные. То есть вот до момента lifeline, да, значение функции нам вообще, говоря, тоже не нужно. То есть если мы, например, видео смотрим, да, 30 кадров в секунду, то если мы будем очень-очень быстро получать это видео, наш мозг может не воспринять эту информацию. Следующий момент времени target line, это, то есть вот этот вот диапазон между lifeline и softline, это как раз то, когда для нас значимость результата максимальная. Но при этом здесь еще выделяется вот отдельно вот эта линия, то есть это наиболее комфортный момент времени подачи нам кадра так, чтобы ну видео вообще очень хорошо проигрывалось. Это максимальный поздний момент времени, когда видео можно смотреть. Ну, в смысле кадр получить для комфортного просмотра. Значит, здесь вот этот firm deadline уже у нас фигурировал, hard deadline, то есть после этой точки мы уже начинаем наносить себе вред. Но, правда, когда эту лекцию читаю, я, например, не могу привести примера, где бы прям все вот эти линии можно было бы. То есть одного примера конкретного, которым мы вот тут получили бы все разновидности влияния на нас, неправильно функционирующих систем реального времени. Вообще говоря, касается того, как они проектируются. То есть при проектировании систем реального времени нам нужно анализировать тот факт, что система у нас справляется вовремя. Также попытаться максимально статически большинство ошибок выявить. Вот, скажем, язык Python у нас динамически типизированный, и в нем ошибки вы можете найти, только запустив программу. Если использовать номер язык C-Sharp, он довольно хорошо типизированный, там соответственно много ошибок можно на этапе компиляции, то есть трансляции программы промежуточный код смотреть. Да, и тут очень важный момент, что в микроконтроллеров очень мало памяти, и соответственно программы должны быть ориентированы на небольшое количество этой памяти и ресурсов. динамичность таких систем высокая, то есть в момент времени когда приходит очередное событие, очень трудно предсказать. Мы таки можем пользоваться статической компиляцией с статическими типами, то скорее всего программа у нас очень простая. Изменяется динамически объем используемых ресурсов микропроцесса, ну и памяти соответственно, и нужно делать дизайн с учетом наихудшего случая. Дизайнер или как инженер должен обязательно жестко контролировать и не поддаваться халяве. То есть все очень важные ограничения должны быть выполнены. Когда параллельная программа разрабатывается, если профессионально говорить, что это параллельная схема реализации некоторого алгоритма, то там возникает фундаментальная проблема, что эти параллельные процессы друг с другом взаимодействуют. Должны быть какие-то точки, где нужно два процесса остановить или синхронизировать друг с другом, обменяться информацией и продолжить. Вот эти точки, они как раз в этих точках теряется процессорное время. Или там ядра конкретного процесса. Так вот, если проектировать программу так, как будто бы они независимы друг от друга, то есть таких точек нет. Но это довольно просто. И на самом деле это вряд ли такое бывает. Лучше все-таки предполагать, что они все-таки взаимодействуют друг с другом. Это разновидности этих систем реального времени. Одни алгоритмически управляемые, другие динамически управляемые. Третье динамически управляемые, но с периодическим поступлением вот этих событий или периодическим запуском задач или групп задач. Во-первых, мы можем раз в секунду контролировать давление нашего... Не раз в секунду, стоп. Там раз в пять минут, да? Вот измеренное давление, это получается событие, которое нужно обработать. Но это, правда, больше на статическое похоже. Но, да, он показывает, что можно статически проанализировать алгоритмы. В принципе, много моделей основаны на периодическом получении сигнала, и они довольно хорошо исследованы. И также можно в процессе проектирования на этапе выдвижения требований к программе уже задавать какие-то временные характеристики, то есть временные ограничения. Ну, то есть, короче говоря, они чаще всего используются как раз при разработке этих систем интернет-вещей. Multirate. Да, бывает так, что одно и то же устройство обрабатывает данные с датчиков, которые передаются с разными периодами, ну, или с разной частотой. Желательно, чтобы эти частоты были гармоничные, ну, скажем, делились там на дно. Это упрощает дизайн. А периодически они могут запускаться спорадически, синхронно, либо реагируют на какие-то события. Какой-то интервал времени, там, скажем, пять минут, в течение пяти минут, например, события строго должно произойти. А это не привязанное к временным интервалам, а периодически. Ну, то есть, это, короче говоря, те аспекты при проектировании, которые нужно рассматривать. Вот, собственно, общая структура управляемой системы. Я вот эту часть показывал, да, то есть, вот компьютер и управляемое устройство, управляемое устройство. Но над ними еще, над этим компьютером еще могут висеть другие компьютеры, скажем, на производстве системы управления всем производством, а ей уже в свою очередь управляет человек какой-то. Вот здесь стоит человекомышленный интерфейс, интерфейс пользователя, в том числе голосового управления. Там клавиатура, там мышка, дисплей и тому подобное. А это инструментейшн интерфейс, это устройство, ну тут управление, можно сказать. То есть, интерфейс управления, кто знает, там скада, да, вот есть такая штука, часто на ней прямо делают систему управления производством. Вот ее задача как раз управляющие сигналы сюда посылать, кодировать, точнее, декодировать. И здесь кодировать информацию о состоянии объекта. Большинство систем управления являются системами управления в жестком времени, реальном. Deadlines определяется вот этим объектом. То есть, как на производстве какие-то события происходят, мы их анализируем, задаем время. Ну вот эта вот общая схема управляющей системы, кстати, ну это наверное управление низком уровне. То есть, тут видите идет функция RT, то есть то, как оно должно быть. Здесь считывается сенсора то, как оно есть. Из этого путем вычислений, ну например, просто посчитав разницу между этими значениями, можем сформировать управляющий сигнал. Ну, какой-то коэффициент надо увеличить. АД это Analog to Digital Converter, я про него говорил в первой лекции по сигналам, нашим, аналог цифровый преобразователь, это Digital Analog Converter, то есть цифроаналог преобразователь, который как раз генерирует вот эту вот управляющую функцию от T, подающую, подаваемую на актуатор, а это собственно плент, это ну это устройство какое-то, и на него действуют различные внешние воздействия, а он управляет некоторой управляемой системой. Сенсор понятно, то есть это датчик, который у нас в моей схеме это X были, да, получается. То есть формирует некоторый сигнал, и он потом оцифровывается. Ну, тут такая самая простая программа, то есть на каждое прерывание таймера. Прерывание это процесс или как подсистема внутри микропроцессора, позволяющая прерывать его работу при помощи какого-то внешнего, из-за какого-то внешнего воздействия. Например, на сетевую карту пришли данные или там прошел какой-то период времени. Так вот, таймер interrupt это как раз процесс порождения последовательности прерываний через один и тот же период времени. как правило, и помощь специального регистра счетчика, который называется таймер. То есть он насчитывает, например, там один миллион переключений генератора тактовых импульсов микропроцессора и генерирует прерывания. Потом обнуляется. Опять миллион считает. Таким вот образом работает. И вот если такое событие произошло, а тут еще нужно установить таймер, чтобы он с периодом T генерировал вот эти прерывания. Так вот если это прерывание произошло, то тогда что сделать? Провести преобразование сигнала Y, то есть сенсор у нас постоянно показывает состояние, но мы только проводим процедуру преобразования из аналогов в цифровой вот в те моменты, когда происходит прерывание таймера. Вычисляем управляющую функцию, преобразуем в обратно аналоговый сигнал и больше ничего не делаем. То есть этот интервал называется периодом опроса или сенсора. И вот как раз T это ключевый момент в дизайне. Обычно T это либо секунды, либо миллисекунды. сенсоры. В качестве сенсоров могут выступать какие-то компоненты, которые обычно создают входные данные для вычислительного процесса. Они оценивают, чувствуют напрямую и собирают информацию вокруг этих сенсоров. Актуэйтеры или исполнительные устройства, они в основном являются выходными компонентами. Или они представляют внешний мир результат вычисления. И их задача в отличие от сенсоров, сенсоры оценивают состояние. Это у нас оценивание состояния получается и сбор информации. Здесь говорится о том, что мы меняем окружающую среду. То есть перемещаем руку робота например в нужную позицию, чтобы высверлить какую-то точку. Коммуникации позволяют соединять устройства друг с другом, а также с облачным хранилищем и метакомпьютером, которые данные в этом хранилище обрабатывают. Бывает разного вида, то есть могут быть через провода сделать, например, меди или волш, волконная оптика, беспроводные сети, то есть по радио либо через инфракрасное излучение, хотя это то же самое, да? И сейчас радио базируемое взаимодействие является наиболее популярным выбором. Есть некоторые стандарты, но тут не знаю, надо вам это или нет, но вот Wi-Fi называется IE802.11. Этот я даже не знаю. Странно, да? Ну, единственное, что надо между ними разницу понимать. Bluetooth просто... Bluetooth это система, которая заменяет провода, то есть они предназначены для соединения двух устройств, то есть компьютера и другого устройства. Хотя по нему можно и интернет-трафик передавать. Вот. IE82 это Wi-Fi. Wi-Fi это вообще говоря имеет топологию звезда, это одно один общий маршрутизатор, так и через этот маршрутизатор как раз организуются потоки данных между устройствами. У меня можно с одной телефона, другой данные перекачать или из телефона в сеть куда-нибудь в то же самое облако. Nailfield Communications NFC, например, это RFID, Radio Frequency Identification. В отличие от Wi-Fi и Bluetooth, их задача именно идентифицировать устройства и передать данные, уже коммуницируя динамически с каким-то устройством. Там, с терминалом, да, деньги платить. Ну, собственно, на этом все. Опять наш. То есть, более подробно по системам реального времени, если интересно, можете на YouTube зайти и там несколько лекций у меня есть. Лекция, в принципе, мне понравилась самому и вообще мне, говорю, все больше и больше нравится эта специальность, надо ее развивать, будет. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...